Субтитры делал DimaTorzok 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 Он должен быть Но если его не будет, то это не критично На самом деле Основа пиццы льняной Это как бы лен И овощи Это тоже на будущее Место для экспериментов Все будем закидывать сразу 100 грамм льна Молотого Морковь 20 грамм А, нет, не так сделаем Блендер, чтобы не сжевал И сильно Лен мы в конце добавим Морковь 20 грамм Томаты сушеные 40 грамм 60 грамм помидора Половинка 4 грамма розмарина Он легкий Он, кажется, много Полдольки чеснока Это пока убираем Так, сок лайма Чуть-чуть тут остаточки Лайма идет 10 грамм Просто он вылился весь в соус Да, он, кстати, там нормально сочетается А лимоном тоже сложно что-то испортить Даже лимон, он добавляет такое раскрытие вкусов Вот, поэтому нормально Соль Соль мы не будем добавлять Пусть будет без соли Добавим чуть-чуть черной соли 1 грамм Но кто ест соль Еще можно грамм соли добавить Я вам говорю сейчас про порции на 1 корж Вот Так, на самом деле, ну, нерентабельно это делать Конечно, лучше сделать побольше Чтобы все это в дегидраторе высушить Ну, понятно 10 грамм масла подсолнечного И Куркума 6 грамм Вот, ну, в принципе Сейчас мы это Сбундерим И добавим лен А, вот так Все Чуть-чуть не достает Сейчас еще подправим Ну, он как-то по стенкам разбивается Но, в принципе На самом деле Надо подольше блендерить И За счет того, что у нас здесь пропорция на 1 лен Просто разбивает по блендеру По стенкам А это должна быть однородной массой Консистенция Тут у меня пока не совсем однородная Потому что очень немного Замеса Еще раз попробуем Ну, ладно Это не страшно Так, смешаем Что еще раз? Так, состав соуса у нас идет 200 грамм кешью размоченного Я вам говорю Тоже это примерно на 1 пиццу 20 грамм масла оливкового 20 грамм лимонного сока Вода 60 мл И черная соль Примерно 2-3 грамма Вот, это состав Как раз-таки нашего сыра Даже не могу достать Все под ножом Так, и к этой массе уже Мы добавляем наш лен Пахнет супер И розмарин, конечно, делает свое Вот, добавляем лен И вымешивается тесто Даже если у вас не очень мощный блендер И, допустим, это разобьется не в совсем однородную массу Это тоже будет нормально Будет некая фракция такая То есть, с кусочками там тоже моркови, зелени Достаточно вкусно будет Ну и все, это получается прям тесто-тесто Вот Обычно, чтобы пицца получилась идеально круглая Берется круглая форма И аккуратненько Раскатывается Вот Ну, уже у нас раскатано Высушено Ай, сушится это примерно часов 8 Конечно, зависит от дегидратора Ну, довольно-таки быстро И нужно смотреть, чтобы он не совсем такой высушенный до конца был Да, сухой А такой Мягкий Вот Так, тесто Да, его можно перевернуть Но тогда он еще быстрее может высохнуть Вот Что мы делаем Дальше Так, мы смешаем наш соус С уже подготовленным перцем Если у меня это получится сделать Как-то Так, но у меня нету отары общей Поэтому не будем смешивать Так, это я тоже буду На корж намазывается наш соус Сыр Так, можно было добавить болгарский перец Смешать И размазать уже Это было бы как бы в соусе Но сверху мы посыпем Будет тоже Вкус не поменяется Вид немножко поменяется Так Добавляем наш болгарский перец Лучше его порезать вообще еще мельче Чтобы он вообще маленькими-маленькими кусочками попадался У меня крупновато Так, ну чтобы попробовать И удобно было Брать Я его порежу На данном этапе этот корж Ух-хм Что у нас еще сверху Как я говорила Будет еще шпинат с базиликом Вот А зеленью Ну базилик просто Даст тоже Такую некую Нотку послевкусия Вот Поэтому Будем использовать базилик Но можно использовать любую другую зелень Так, как я говорила Лучше без палочек Поэтому отбираем листочки Побольше И шпинат у меня еще приготовлен Угу Думаю, этого достаточно будет Так Ну удобно нарезать По Пенпендикулярно листочку Большим ножом У меня нет большого ножа Поэтому я вот Как получится Угу Можно это разложить красиво листочками Ну и в принципе Это непринципиально резать Вот такая шапочка Мы раскладываем сверху Вот Угу И еще у нас Сверху положим По половинке Дольки помидора То есть Это тоже такое Как Некусочность Добавит Так вот Дольки помидора Ну все Наша пицца готова Так Я ее перекладывать не буду Я разложу На тарелочке Чтобы мы могли Попробовать ее Дольки помидора Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. Так, ну давайте я вот эти вот. Так вот. Маленький ножик. Так, ну давайте. Такие малыши. Угу. Так, ну рецепт. Вот я вам только что рассказала. Я думаю, будет связь. Да. Вот. Как-то так. Да, я вам расскажу. Вот у нас павильон Рафаэмили. Подходите, я вам лично расскажу. Вот Рафаэмили. Так, да, напомню, что я являюсь частью Рафаэмили. Так звучит смешно. Вот. Помимо ресторана, сыроической кухни, у нас есть пространство, где проходит много очень классных мероприятий, открытых встреч, там, занятий спортом. Ну, куча-куча всего. Также у нас проходят такие мероприятия, как сыроедческие мастер-классы, где непосредственно, периодически я это провожу. Обучение приготовлению сыроедческих блюд. Основное, именно мое направление, чтобы это было очень легко, быстро, доступно. Потому что, как я еще говорю, у многих людей такой шаблон, что все сложно, все заморочно. Как видите, за полчаса мы приготовили пиццу. Кстати, как пицца, обратную связь. Вот, видите, полчаса. Но единственное, да, как бы, вот, корж, предварительная заготовка. Но на самом деле, в средине огромное количество блюд, где не нужно никаких предварительных вещей. Надо просто смешать, вот, и съесть. Вот. Всех с праздником наступившим. Поздравляю. Всем влюблено. Спасибо тебе большое. Вот. Спасибо. Да, в RAV Family часто проводятся лекции. В общем, в принципе, я тоже там провожу лекции. Можно попасть на интересные мероприятия. Там проводится практика. Найдите RAV Family в социальных сетях и получайте регулярно расписание. Там можно заниматься, можно кушать, можно общаться. Каждый четверг регулярно проводится открытый стол. Это такое мероприятие, где собираются разные люди интересные с какими-то темами и, в общем, что-то рассказывают. Происходит общее обсуждение какой-то злободневной темы. Мы говорим не о политике, мы говорим не о погоде, а мы говорим о тех вещах, которые полезны и улучшают нас, и улучшают мир. Продолжение следует...